Приветствую вас. Вы знаете, если парень не хочет, не хочет приубеждаться, или если парень боится, то никак у вас не получится его убедить. Другой вопрос, что подобная модель может быть связана с тем, что человек не то чтобы прям боится, а скорее боится, но немножко другого, да, то есть человек боится не, там, допустим, детей, да, а не появление детей, а, например, просто близости с вами. Вот, и в этом случае важно понимать, что у человека есть определенная проблема, и что эта проблема, она должна стать очевидной для того, кто после столкнулся. Вот, чтобы она стала очевидной, да, человеку необходимо оставить, а, ничего не наедине, ну, может быть, не совсем прямо наедине, 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 да, но оставить его так, чтобы он не увидел это, он сам не увидел эту проблему, увидел эту проблему, чем для него эта проблема, например, это чревато, да, вот, а чревато для него эта проблема, ну, чревато для него эта проблема может быть, допустим, тем, что, к примеру, что у него не будет, там, интимной жизни с вами, например, и когда вы уговариваете человека, да, или когда вы, там, допустим, соглашаетесь с интимной жизнью не так, как хочется вам, например, то вы, по сути, не позволяете человеку столкнуться с проблемами, увидеть, увидеть ее, увидеть ее такой, какая она есть, и из-за этого возникает такое чувство, такое чувство у, например, мужчины, что он полностью защищен, что у него все хорошо и так далее, хотя на самом деле это не так, хотя на самом деле это не правда, и мне думается, что уговаривая человека поступать определенным образом, вы не делаете как-то хорошо ему, допустим, да, вы делаете, я бы сказал, похуже ему тем, что вы создаете у него состояние оторванности от реального мира, вот, и демонстрируете ему, что, ну, что вы можете это, что вы можете подождать, что вы там, его уговариваете, что вы ждете его, вот, ну, вот такая вот, такая история, в таком, в таком ключе она выглядит здесь, вот, и что с этим делать, ну, в первую очередь, отделить себя от человека, да, и позволить, позволить остаться человеку наедине со своей проблемой, в первую очередь, подемонстрировать ему, что, да, вы готовы помогать, но только если человек сам что-то делает, если человек не хочет делать, его помогает, это не поможет, не поможет, это, по сути, замещение, замещение того, что делает, допустим, тот же мужчина, да, своими собственными силами, вот, а в этом плохого, плохого, куда больше, чем хорошего, к сожалению, вот, поэтому идея здесь заключается, именно в том, что, да, мужчина боится, да, у мужчины есть какие-то страхи, вот, не совсем понятно, страхи перед чем у него, перед ребенком, перед интимной близостью, перед семьей, перед ответственностью, вот, вот, этот мужчина может быть даже, сам, не знает, чего он вообще, там, боится, да, у него могут, у него могут быть, ну, какие-то, ну, какие-то, противоречия, вообще, относительно, своих страхов, да, относительно, своих, ну, переживаний, вот, но, правда в том, что это нужно ему пройти, не вам, а ему, нужно именно ему пройти, понимаете, вот, и, как бы, ну, вы не позволяете ему это сделать, знаете, вы не позволяете ему, ну, условно говоря, столкнуться с проблемой и ощутить ее, вот, понимаете, и, пока вы действуете так, ну, у мужчины действительно не будет никакой мотивации, там, что-либо менять в своей жизни, вот, вот так все устраивает, в итоге человек может довести вас, вплоть, например, до химических контрацептов, да, химических контрацептивов, вот, ну, как бы, я просто думаю, что это будет, будет вредно уже скорее вам, чем ему, вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, обратитесь вместе с молодым человеком на консультацию, вот, и, я думаю, что вместе вы с нас все-таки проблемы решили, при наличии желания, конечно, у обоих, я надеюсь, что вы сделаете мой ответ лучшим, если он вам понравился, и желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация развлечется самым лучшим образом.